Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы смотрите первый видео авторынок. Если вы до сих пор еще на нас не подписались по какой-то причине, рекомендуем это сделать, ведь на канале много полезного и интересного о том, что касается выбора и покупки поддержанных авто, в том числе и обзоры на различные модели машин в разных форматах. Ну а если интересуют машины в наличии, либо вакансии компании, все это по ссылочкам, а не в описании. Добро пожаловать на очередную серию наших сравнительных обзоров. И сегодня в нашем ролике мы попробуем ответить на извечный вопрос, было ли раньше лучше. А сравнивать будем два поколения популярного кроссовера Nissan X-Trail, 30-й и 31-й кузов. Встречайте! X-Trail в кузове Т30 первого поколения дебютировала в 2001 году. Эту машину выпускали до 2007-го, при этом в 2003-м провели через рестайлинг, в ходе которого слегка переработали дизайн передней панели, а также слегка подновили внешность. Что касается агрегатов, на российском рынке эти машины предлагались с бензиновыми двигателями объемом 2,2,5 литра и дизельным мотором объемом 2,2. Дизельные X-Trail были только с механикой и полным приводом, бензиновые варианты могли оснащаться либо классической КПП, либо опять же механической коробкой. 31-й кузов появился в 2007-м, выпускался до 2015-го, период его выпуска оказался дольше, чем у предшественника, а рестайлинг здесь был в 2010-м году. В ходе него также обновили внешность, поправили светотехнику и поменяли дизайн комбинации приборов, но в остальном автомобиль внешне особо не поменялся. Гамма двигателей похожая. Бензиновые моторы 2,2,5 литра и дизель теперь двухлитровый. Такие автомобили оснащались либо автоматом для дизельных машин, либо механикой, либо вариаторными коробками передач для бензиновых двигателей. Сегодня в нашем обзоре X-Trail в 30-м кузове 2005-го года выпуска. Этот автомобиль с двухлитровым двигателем, здесь 140 лошадиных сил, коробка-автомат, полный привод и 159 тысяч родного пробега. А также 31-й кузов 2010-й год, этот до-рестайлинг, двухлитровый мотор, 141 лошадиная сила, пробег 149 тысяч километров, вариатор 4ВД. Габаритные размеры Nissan X-Trail первого поколения следующие. Длина автомобиля 4,45 метра, ширина 1,76 метра, высота 1,67 метра, а колесная база 2,62 метра. Автомобиль разворачивается не сказать, чтоб на месте радиус разворота здесь 5,3 метра, а снаряженная масса 1480 килограмм. С максимально разрешенной массой 2 тонны ровно. Следующее поколение Nissan X-Trail значительно прибавило в длине 4 метра 63 сантиметра. 31-й кузов также на 2 сантиметра шире 1,78 метра и на сантиметр выше 1,68 метра. Колесная база практически не изменилась и составляет 2 метра 63 сантиметра. Радиус разворота плюс-минус похожий 5,4 метра. А вот снаряженная масса возросла до 1514 килограмм. Максимально разрешенная 2 тонны 50. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, то для X-Trail в 30-м кузове разброс показаний толщиномера для заводского окраса будет лежать в диапазоне от 70 до 110-115 микрон. В результате алюминиевых кузовных панелей на этом автомобиле не имеется, зато передние крылья выполнены из пластика. К большому сожалению, если говорить про стойкость кузова к коррозии, то большинство 30-х X-Trail в этом плане уже прошло, либо приблизилось вплотную к точке невозврата, когда спасать что-либо уже поздно. И именно это обстоятельство осложняет поиск таких экземпляров на вторичном рынке. Зоны риска практически везде. Это пороги, это арки и особенно это касается задних стаканов. Поэтому, если вы решили всерьез подобрать для себя 30-й кузов, осмотр автомобиля, начинайте оттуда. Большинство таких экземпляров на вторичке так или иначе будут иметь следы ремонта в этих зонах. Что касается следующего поколения, то здесь картина похожая, но не однотипная. А крашен X-Trail в 31-м кузове более толстым слоем. Разброс показаний прибора в данном случае это 100-135 микрон по всему кузову. Что касается коррозии, то нельзя сказать, что 31-ые X-Trail не гниют совсем. Но по сравнению с предшественником, здесь дела обстоят получше. Зоны риска, как водится, места стыковки пластиковых и металлических кузовных панелей. Также не лишний будет осматривать на подъемнике автомобиль снизу пороги арки, то, что касается низов дверей и зона под багажником. Ну а теперь переходим к сравнению внутреннего пространства двух автомобилей. И начнем, конечно, с багажников. Это практически основной критерий для семейного кроссовера. Его профпригодность по хозяйственной части. Объем багажника 30-го кузова 410 литров по каталогу. Вооружимся рулеткой и посмотрим, как обстоят дела с линейными размерами здесь. Ширина багажника X-Trail в 30-м кузове по его средней части это 107 сантиметров. Высота от фальшпола до крыши 82. Ширина в его наиболее узкой части между стаканами 99 сантиметров. А длина по полу 94. Максимально длинный груз, который можно увезти в этом автомобиле, протолкнув его между передними креслами, уперев в панель, это 2 метра 60 сантиметров. Что касается каких-то дополнительных удобств или фишек в багажнике 30-го кузова, здесь их немного. 12-ти вольтовая розетка на панели справа, под небольшими крышками скрывается штатный инструмент и ниша для мелочевки. А под фальшполом у нас находится пенопластовая формованная емкость с карманом и запасное колесо. Ну а теперь переходим к багажнику более нового 31-го кузова по каталогу, его объем больше 479 литров. Вооружимся рулеткой и посмотрим, что поменялось здесь в плане линейных размеров. Ширина проема в данном случае это 109 сантиметров. Высота от фальшпола до крыши 81. Багажник явно прибавил в ширине, а наиболее узкое место это 108 сантиметров. Как и в длине по полу 105. Ну а теперь перейдем к интерьеру 30-го кузова X-Trail. На моей памяти это один из первых кроссоверов, который продемонстрировал необычное расположение приборной панели. И поначалу надо отметить, такое решение казалось весьма неудобным, но со временем привыкли. Зато сама приборная панель в данном случае читаемая. Она представляет собой три аналоговых циферблата, тахометр, спидометр, все с крупной оцифровкой, есть указатель температуры двигателя, красные стрелки, оранжевая подсветка. В целом, все это читаемо и надо отметить поудобнее, чем на многих китайских современных авто, которые имеют только цифровую индикацию, разбросанную по всей площади большого дисплея. В отличие от следующего второго поколения, в этом X-Trail вы не обнаружите нигде мягкой пластмассы. Вся приборная панель здесь состоит из жесткого пластика. В качестве подсластителя выступают тканевые части на дверных картах. Своего рода подоконники. Странно, но сам подлокотник при этом довольно-таки жесткий и опять же пластиковый. Что касается места в салоне, придраться к 30-му X-Trail достаточно сложно. При росте 1,86 м я сижу за рулем удобно. Над головой остается весьма приличный запас пространства. Кстати, это касается и автомобилей, которые оборудованы панорамным люком. Рулевая колонка имеет регулировку по наклону. Она механическая и, к сожалению, не подпружинена. Поэтому, когда вы снимаете стопор, она падает вам в руки. А весит она довольно прилично. Что касается диапазона регулировки водительского кресла, то в данном положении оно отодвинуто назад максимально. И я могу практически выпрямить левую ногу в колене. При этом доставая ногой до моторного щита. Да, возможно, водителю выше меня ростом здесь придется поиграться еще и с регулировками высоты подушки. Спинки сидения в данном случае, кстати, имеют ярко выраженную боковую поддержку. А вот подушка практически плоская и широкая. Руль по сравнению с современными автомобилями непривычно большого диаметра, но при этом имеет эргономичную форму. Подруевые переключатели располагаются на местах, тянуться к ним не приходится. Ну а по части кнопочек и разного рода элементов управления здесь все предельно просто. Блок стеклоподъемников на водительской двери. Слева внизу регулировка зеркал, клавиша включения-выключения омывателя фар и корректор. В данном случае на рулевом колесе располагается маленький блочок клавиш управления мультимедийной системой, которая представляет собой шестидисковый CD-чейнджер плюс кассетную деку. Здесь она установлена еще родная. Ну а за систему кондиционирования в данном случае отвечает климат-контроль. Он автоматический, но рассчитанный на одну зону, причем с удобно реализованным управлением. Все здесь на поворотных шайбах. И регулировка температуры, и оборотов вентилятора, и режимов обдува. Есть режим авто, так что можно просто задать комфортную температуру и заморачиваться автомобиль, да делает остальное сам. Довольно крупная клавиша аварийки, расположенная в удобном месте, и шайба выбора режимов работы трансмиссии. Передний привод, положение авто, когда задняя ось будет подключаться через муфту в случае необходимости, и положение лок, когда муфта окажется заблокирована сразу. Кстати, распределение крутящего момента в этом режиме осуществляется в пропорции 57% наперед, 43% назад. Так что в любом случае X-Trail демонстрирует повадки переднеприводного автомобиля. Селектор коробки передач в данном случае выглядит очень классическим. Здесь большая клавиша блокировки, есть кнопка выключения овердрайва, то есть четвертой передачи из работы, и есть маленькая кнопочка, нажав на которую вы получаете возможность разблокировать селектор коробки передач для того, чтобы переместить его при выключенном двигателе, например, для буксировки. В случае, если машина оборудована подогревом сидения, его клавиши будут располагаться рядом со стояночным тормозом. Гораздо интереснее все становится, когда доходит до обсуждения ниш бардачков и подстаканников. Вот этого добра в 30-м кузове было на самом деле много. Начать с того, что у водителя и переднего пассажира присутствуют подстаканники по краям приборной панели. Причем подстаканники эти могут как охлаждать при включенном кондиционере, так и подогревать напиток, который вы сюда разместите. Также есть крупный бардачок на передней панели перед водителем, внутри которого 12-вольтовая розетка. И он вполне подойдет для того, чтобы разместить здесь небольшой планшет, либо мобильное устройство, например, с включенным навигатором. Очень маленькая узенькая полочка у нас располагается над панелью климат-контроля, и в нее войдет что-то наподобие пишущих принадлежностей, либо небольшого размера мобильник. Также есть полка внизу, она уже гораздо более вместительная. Присутствует пепельница под центральным подлокотником, также присутствует небольшой отсек, куда можно что-то сложить. А вот основной бардачок у Nissan X-Trail в 30-м кузове довольно маленький по объему, и даже документы формата А4 здесь придется складывать вдвое. Также над ним есть дополнительный отсек, но это по сути только полочка, и в некоторых ситуациях, по всей видимости, здесь мог располагаться дополнительный внешний чейнджер. Ну а у данного экземпляра просто маленькая полка формата 1DIN. Никаких дополнительных футляров для очков или чего-то подобного в этих автомобилях не было. Ну а вот что касается обзорности, то это тот параметр, когда более возрастные машины практически гарантированно выигрывают у своих более современных. Собрать капот у первого поколения X-Trail полностью, видимо, это касается, и боковых краев, и переднего края. Он практически полностью плоский. Линия остекления низкая, что с поправкой на высокую вертикальную посадку, дает прекрасный обзор по сторонам. Даже передние стойки здесь нельзя назвать сверхширокими по современным меркам. Ну а боковые зеркала, при том, что имеют достаточную площадь сами по себе, еще и обладают боковой зоной с преломлением, которая позволяет практически выключить мертвые зоны. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем ряду. Что касается задних пассажиров. Первое, что отмечаешь, попадая сюда, это непривычно мягкое сидение. Здесь оно действительно очень напоминает домашний диван. И выгодно отличается от более жестких кресел в современных машинах. Но при этом небольшая колесная база в 262 свое дело делает. И при росте 1,86 м, садясь сам за собой, я упираюсь коленями в спинку переднего сидения. Верхняя его часть при этом мягкая коленям, не дискомфортна. А вот голень упирается непосредственно в основание сидения. И этот контакт приносит мало удовольствия. Зато есть куда девать ступни. Пространства под передними креслами достаточно. Что касается опоры под локтем, на дверной карте у задних пассажиров есть узенький подлокотник. В центральной части сидения также есть второй подлокотник. И он здесь мягкий, весьма, кстати, удобный. За ним полочки, куда можно сложить какую-то мелочевку. Ну, либо можно использовать эту секцию для того, чтобы образовать люк в багажник. Одной из фишек X-Trail'а в 30-м кузове будет и возможность выставить один из пяти фиксированных углов наклона спинки. От максимально вертикального, когда, кстати, пространство над головой еще более чем достаточно, до очень сильно наклоненного назад. И в таком положении ехать уже становится гораздо комфортнее. Особенно, если открыть центральную секцию. Ну, и последней интересной фишкой для задних пассажиров будет наличие здесь выдвижных подстаканников, которые открываются из центрального бокса. Ну, а теперь про салон 31-го кузова. Попадая сюда, отмечаешь более привычное расположение панели приборов. Здесь она больше не по центру, а в том месте, где большинство из нас привыкло ее наблюдать. Спидометр и тахометр находятся в глубоких колодцах и представляют собой обычные аналоговые приборы, причем с довольно крупной оцифровкой. Указатель уровня топлива и температуры двигателя теперь цифровой. Посредине в информационном маленьком дисплее. Туда же выводятся показания одометра, часы и разная дополнительная информация, как то, например, остаток хода на баке. Сигнальные лампы раскиданы по всей приборной панели, и часть из них собрана в небольшом окошечке внизу по центру. Посадка в этом автомобиле вертикальная, как во внедорожнике. При росте 1,86 м удается устроиться за рулем удобно, и сделать это достаточно быстро. Единственное, на что можно попинять, это не очень удобное расположение подлокотника на центральном боксе. Хотелось бы, чтобы в данном случае он оказался повыше, поскольку локоть находится на весу. В плане диапазона регулировок сидения, если отодвинуть его максимально назад, левую ногу можно спокойно вытягивать в колени, и при этом едва-едва дотянуться до моторного щита вытянутым носком. Рулевая колонка также регулируется, в данном случае и по наклону, и по вылету, так что с подстройкой под себя у водителя любого роста здесь не должно быть проблем. В плане исполнения самого интерьера, это однозначно шаг вперед. Если у 30-го кузова весь салон был сугубо из жесткого пластика, в 31-м верхняя часть приборной панели очень податливая на ощупь, как, кстати, и верхняя часть дверных карт. Да, жесткий пластик здесь присутствует, но он в основном собрался по нижней части. Что касается сходства или различия в плане обилия кнопок, то здесь ситуация практически паритетная. Что 30-й, что 31-й кузов отнюдь не вызывает ассоциации с кабиной самолета. Это стандартный блок стеклоподъемников на двери и очень лаконичный джойстик управления боковыми зеркалами. Внизу клавиша включения-выключения системы стабилизации, противотуманные фары, омыватели и корректор фар, который здесь механический. Подрулевые переключатели находятся на своих местах, пользоваться ими удобно. Руль стал меньше по диаметру. Теперь он трехспитцевый. На рулевом колесе с левой стороны клавиши, отвечающие за управление мультимедийной системой, а справа то, что относится к круиз-контролю. Руль имеет кожаную отделку и весьма хваткий, надо отметить. На центральной консоли все та же обычная магнитола с CD-чейнджером, плюс возможность подключения телефона через Bluetooth-протокол и AUX-выход по штату. А внизу блок управления климат-контролем. Климат автоматический, но однозонный реализован на управление при помощи удобных поворотных рукояток. В принципе, как и на предыдущем кузове, без особых изменений. Клавиши подогрева сидений теперь расположены поудобнее. Добавилась функция контроля скорости на спуске, упрощающая внедорожную эксплуатацию этого автомобиля. Перед селектором КПП располагается шайба переключения режимов работы муфты полного привода, 2WD-авторежим, при котором задняя ось подключается в работу при пробуксовке, и принудительная блокировка, когда машина стартует с двух осей сразу. Селектор коробки передач, все та же прямая прорезь, курок блокировки. Также здесь присутствуют клавиши Shift-Lock, которая позволяет перемещать селектор при выключенном зажигании, если это необходимо, например, для буксировки. На этом, собственно, все. Что касается бардачков, подстаканников и так далее, то здесь, как и в 30-м кузове, ситуация очень даже неплохая. По бокам приборной панели у пассажира и водителя присутствуют подстаканники, как и на предыдущем кузове. Дополнительные два подстаканника, правда, очень мелких, под крышкой на центральном боксе. Внутри основного центрального бардачка располагается AUX-выход. Сам по себе он довольно небольшой по объему. Есть маленькая полочка под магнитолой, дополнительный отсек под мелочевку по центральной части приборной панели, а вот бардачок теперь один-единственный, зато какой. Его глубина такова, что дотянуться до его задней стенки очень проблематично, не отрываясь от сидения. Да и вообще, по своему объему, перчаточный ящик этого автомобиля может поспорить практически с любым другим авто. На потолке появился футляр для хранения очков, а внизу дверных карт узенькие кармашки получили переднюю часть, отформованную под бутылку с накидком. Что касается обзорности в этом автомобиле, как и в предыдущем кузове, по этому параметру тут все в порядке. Низкая линия передней панели, видимый капот, опять же полностью это касается и боковых его габаритов, и передней части тоже. Боковые зеркала крупные, пользоваться ими удобно, как при маневрировании в потоке, так и при маневрах задним ходом. Что касается обзорности назад, то было бы неплохо обзавестись дополнительным помощником в виде камеры заднего вида, ну или хотя бы парктроников. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на втором ряду. Что касается заднего сидения, в данном случае оно полностью плоское. Третий пассажир здесь разместится с поправкой на то, что у него в ногах будет довольно высокий центральный тоннель. А вот в том, что касается места для ног, ситуация следующая. При росте метра 86 я сижу сейчас сам за собой, и мои колени контактируют со спинкой переднего сидения. Здесь она, конечно, мягкая, поэтому дискомфорта это не вызывает. Но если водитель будет еще более высокого роста и отодвинется еще дальше, то будет уже не совсем удобно. Места для ступней, кстати, под передним сидением тоже не очень много. Его буквально впритык, чтобы разместить туда ноги. Что касается запаса пространства над головой, в данном случае у нас автомобиль с панорамной крышей. Вполне возможно, что высота меньше, чем в X-Trail, где такой опции нет. Но, тем не менее, при самом вертикальном положении спинки сидения зазор остается уже очень небольшой. Благо, спинка регулируется. Как и на предыдущем кузове, у нее 5 фиксированных положений. И самое отлогое выглядит вот таким образом. Теперь сидеть становится намного удобнее. Из дополнительных удобств для второго ряда можно отметить откидной подлокотник, который представляет собой, по сути, всю центральную часть спинки сидения. И наличие здесь внизу выдвижных подстаканников. Плюс собственные дефлекторы вентиляции. Кармашки в дверных картах имеются, но они очень уж мелкие. И туда практически ничего не получится сложить. Очень кратко о моторах. Более подробно про это в отдельных обзорах на каждый из кузовов. На X-Trail в 30-м кузове были только 4-цилиндровые двигатели. Здесь базовым мотором выступал QR-20DE, а более мощным вариантом QR-25DE. Различались между собой эти агрегаты, по сути, сугубо рабочим объемом и мощностью. Двухлитровый мотор выдавал 140 лошадиных сил, 2,5 литра – 165 лошадиных сил. Был в гамме и дизель, который сочетался в данном случае только с механической КПП. YD-22DDT. И это ниссановский мотор. Что касается бензиновых двигателей здесь, это цепной привод ГРМ, это алюминиевые блоки, отсутствие гидрокомпенсаторов и обычный распределенный впрыск топлива. Моторы, как моторы, ничего сверхпримечательного или сверхпроблемного. Разве что на больших пробегах такие двигатели были склонны к появлению расхода масла на угар. И на это основное внимание при осмотре поддержанного X-Trail. Под капотом более нового кузова 2-литровый базовый двигатель поменяли на другую, более новую серию. Теперь это MR20DE. Здесь 141 лошадиная сила и цепь в приводе ГРМ. 2,5 литра сохранил прежний индекс QR25. Но при этом сам двигатель модернизированный. И это не одинаковые агрегаты. Мощность слегка выросла до 169 лошадиных сил. А проблем слегка поубавилось по сравнению с предыдущим поколением. А вот дизельный мотор под капотом такого X-Trail будет иметь уже не японское происхождение. Это реношный М9R. 2 литра и 150 лошадей. В целом крайне надежный мотор, способный отъездить свыше 450-500 тысяч километров пробега при должном уходе. Проблема в том, что у дизельных автомобилей пробеги зачастую уже перешагнули. Рубеж в 300-350 тысяч. И что там осталось от былой надежности, можно только догадываться. Что касается коробок передач, у старого кузова в качестве автоматической коробки выступал старый 4-ступенчатый агрегат. Весьма надежный, кстати говоря. Способный отъездить более 250-300 тысяч километров пробега. Интервал замены масла раз в 60 тысяч километров. Вполне возможно, что к пробегу под три сотни придется заниматься переборкой гидроблока. В частности, заменой соленоидов. Но каких-то характерных грешков за этой трансмиссией, по сути, не водится. На более современном кузове место классического автомата на автомобилях с бензиновыми двигателями занял вариатор Jatka JF-011. Крайне хорошо изученная трансмиссия со всеми известными болячками. И это далеко не худший представитель своего вида. Если в этом вариаторе менять масло вовремя, а это почаще раз в 40-45 тысяч километров пробега, не перегревать его и не злоупотреблять буксировкой тяжелых прицепов, то такая коробка также отъездит около 200-250 тысяч. При этом X-Trail в 31-м кузове с вариаторной коробкой оказывается экономичнее старого кузова и динамичнее. Правда, ненамного. Двухлитровая машина разгоняется до 100 км в час где-то на секунду-полторы быстрее, чем это делал старый кузов на автомате. Ну а теперь про дорожный просвет. Каталожное значение для данной модели 200 мм. Вооружимся рулеткой и проверим, соответствует ли истине. И самая низкая точка в данном случае у нас обнаружится под защитой моторного отсека. Расстояние от асфальта 19 см. И эта самая низкая точка бампер находится очень сильно выше, поэтому к любому поребрику на этой машине вы можете подъезжать абсолютно смело. Расстояние до отбортовки под домкратника за передним колесом 29 см. Задняя часть порогов те же 29 см. А нижний край заднего бампера находится на отметке 36 см от асфальта. Правда, подъезжая к препятствию задним ходом, нужно иметь в виду, что ниже этой отметки висит банка глушителя, подвешенная поперек. И вот ей вполне реально зацепиться на бездорожье особенно. В целом же, по меркам кроссоверов, клиренс у X-Trail первого поколения не вызывает нареканий. Что касается ходовой части. Передняя подвеска у этой машины выполнена по схеме Макферсон. Все плюс-минус традиционно. По заводу шаровые опоры в рычагах здесь неразъемные. И менять в оригинале их нужно было только с рычагом вместе. Стабилизатор поперечной устойчивости очень короткими стоечками располагается сверху на подрамнике, рядом с рулевой рейкой. Но ввиду того, что крепление стабилизатора находится по краям, доступ к ним в целом имеется. И для замены втулок подрамник можно не демонтировать. Рулевая рейка у 30-го X-Trail самая обычная гидравлическая. Соответственно, при осмотре подобного автомобиля, внимание не только на люфты, но и на отсутствие течи. Как по магистралям подачи рабочей жидкости в рейку, так и по сальникам рейки и по самому насосу бур. Что касается ресурсов компонентов передней подвески, то самыми хлипкими здесь стоит признать как раз втулки стабилизатора. На новых машинах иной раз они не выхаживали 40 тысяч километров пробега. Ресурс шаровых опор это практически всегда более 100 тысяч километров, если речь шла об оригинальных деталях. Однако шанс, что на X-Trail в таком кузове вы еще обнаружите хоть где-то в подвеске оригинал, ничтожно малы. Соответственно, при осмотре подобного экземпляра в боу-виде, лучше отдельно и внимательно продиагностировать ходовку полностью. В задней части автомобиля мы видим топливный бак. Бак здесь пластиковый, его объем 60 литров. Что касается задней подвески, то здесь используется также Макферсон. То есть амортизатор и пружина представляют собой единую стойку. По конструкции это многорычажная схема. Два поперечных и один продольный рычаг. Соответственно, на состояние резинок обращать внимание в любом случае стоит. По сравнению со вторым поколением Nissan X-Trail в 31-м кузове, задняя подвеска 30-го выглядит словно игрушечное сечение рычагов. Здесь очень небольшое. Самое интересное, что при всем при этом она не отличается какой-то повышенной хлипкостью. При условии эксплуатации автомобиля по асфальтированным дорогам нормального качества. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела с дорожным просветом у более нового кузова. Каталожное значение 200 мм. Вооружимся рулеткой и проверим на соответствие реальности. Что касается самой низкой точки, в данном случае она находится под защитой моторного отсека. И от асфальта до нее всего 17 см. Передний бампер находится на отметке 24 см от асфальта. Так что с парковкой к поребрикам проблем не будет. Расстояние до порога за передним колесом 24 см. Низшая точка в задней части располагается в районе рычага подвески 22 см от асфальта. Ну а расстояние до заднего бампера это 30 см. Чуть ниже этой отметки висит банк оглушителя. В любом случае клиренс у этого автомобиля также вполне достаточен для нужд городской и дачной эксплуатации. Что касается передней подвески более нового кузова, то здесь используется все та же схема Макферсон. Шаровые опоры здесь по-прежнему официально не разъемные с рычагами. Стабилизатор поперечной устойчивости крепится на подрамнике сверху. И доступ к его креплениям можно получить по сути дела только частично демонтировав и опустив подрамник. Так что замена втулок здесь не самая быстрая процедура. А вот рулевая рейка на 31 кузове теперь электрическая. Поэтому про проблемы с гидроусилителем руля и течами его магистрали можно смело забыть. Единственная рекомендация проверить рулевую рейку на отсутствие стуков. Топливный бак располагается в задней части автомобиля. Он пластиковый и его объем увеличился до 65 литров. А вот задняя подвеска у 30 и 31 кузова отличается существенно. Если на более старом X-Trail мы видели весьма ажурного вида тяги в большом количестве, то в данном случае рычаги выглядят уже посолиднее. Два поперечных рычага и один большой продольный. Пружина и амортизатор теперь тоже больше не одна стойка, а разнесенные отдельно компоненты, что облегчает их замену. Что касается тормозов, то в данном случае основной тормоз у нас дисковый, а вот ручник воздействует на маленькие колодки внутри барабана. Поэтому помыв X-Trail в 31 кузове по зиме на морозе, есть приличный шанс приморозить стояночный тормоз. Вот таким у нас получился сегодня наш сравнительный обзор. Надеемся, после его просмотра у вас появилось общее представление о том, что представляет собой первое и второе поколение X-Trail. Если у вас был или есть до сих пор какой-то из таких автомобилей, вам есть в чем нас дополнить и в чем поправить все это, пропишите в комментариях, ведь людям, которые думают о покупке такого или такого варианта, ваш комментарий может помочь определиться с выбором. Если обзор понравился, оказался полезен, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и оставлять пожелания, какие автомобили вы хотели бы видеть в сравнительных обзорах на будущее. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо вам за просмотр, хорошего дня и до новых встреч на канале. Пока!